Брагин, Камарын, Рудня Журавлёва, Лоев. По городах и вёсках региона пройшёл Марш Миру. У Гонар 75-го, где перемоги и тыдня Миру, его проведение организовало Гомельское областное отделение Белорусского фонда Миру. Подорожье было долгим и насыщенным. Об тем, как символичным Маршем Миру крочили по родной земли, репортаж Марины Северьяновой. С початку невеликая экскурсия по Брагине. От Гомеля до его 100 километров. У апошнях годы райцентр становится усё больше утульным и прыгожим. Зараз тут живут каля 4 тысяч человек. Неколе до Чарнобыльской катастрофы было значно больше. У 12.01. у дельники Маршу Миру – у Комарыни. У одной из самых паудневых крупок Беларуси отцветковали день вызволения от оккупантов. Яркое и неповосински тёплое солнце – в зените. Под его ширыми променями, побачь вспомникам воинам-вызволителям, проходит урошистый митинг. 77 годов тому Комарын стал первым населенным пунктом, вызволенным от фашистов. Это было с 23 вересня подчас Чарниговско-Прыпятской операции. С выше 20 войн, которые смогались в районе населенного пункта, были представлены до звания Героя Советского Союза. У братской могилы посёлка амаль 630 человек, которые загинули в деле свободы родной земли. Эта трагедия должна сохраниться в памяти беларусов на завжды. Шлях нашей краины – это мир для каждого из нас. Те события, далёкие события 43-го года, должны нас объединить, должны показать, что мы единый народ, независимо от наших политических, религиозных и других мировоззрений. Раз по второй годины мы в Лоеве. Райцентр был вызволен от оккупантов вслед за Комарыном. В вересне 1943 года он оказался у эпицентра ключевых военных баталий, которые стали отправной кропкой вызволения Беларуси. Под Лоевом страты Червоной Армии наличивали свыше 9 тысяч солдат и офицеров. За мужность, проявленную в боях на Лоевском плацдарме, 365 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. Здесь проявлены чудеса мужества и героизма. Здесь отличился наш знаменитый земляк, самый молодой уроженец Гомельщины, удостоенный звания Героя Советского Союза, как раз за Лоевский плацдарм Борис Цариков. Он одним из первых оказался на противоположном берегу на своем участке, на высоком месте закрепил красный флаг, чтобы солдаты видели, где свои, и оттуда разворачивали дальше наступление за отвоеванный плацдарм. Собственно говоря, пять дней он участвовал в боях по расширению плацдарма, по приказу командования неоднократно переплывал реку Днепр, а это середина октября, под огнем противника. И по совокупности за мужество и героизм, которые он здесь проявил, ему было присвоено звание Героя Советского Союза 30 октября 1943 года. А 31 октября ему исполнилось 17 лет. То есть он 16 лет стал Героем Советского Союза. К сожалению, 13 ноября 1943 года он погиб в бою за Речицу. У Кострышнику-Улоеве пройдут мероприемства с на годы дня вызволения города. Тут так само отсвяткуют 77 мирных пероможных годов. Сегодня мы на этот марш мира пригласили, прежде всего, молодежь, чтобы она еще раз убедилась. Мы же показали, какое сегодня состояние и в городах, и в населенных пунктах, и какое настроение у людей. Вот пригласили молодежь, чтобы она еще раз убедилась, и в связи с той ситуацией, которая немножко сегодня имеется в республике, чтобы она сделали правильный вывод и именно были продолжателями той миролюбивой политики, которая проводилась на протяжении 77 лет нашей республики. Удельники Марша Миру наведали и Брахинскую вёску Рудня Журавлёва. Тут, дякучи до помозе областного отделения Фонду Миру, открыли каплицу у память об спаленных фашистами пяти палецких вёсках. Так само побывали у Камарынской середней школе, где у Радшиста створили отрад юных миротворцев. Подробязно об этой части подороже расскажем у наших дальнейших репортажах. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Брахинске и Лоевске районы.